всем привет сегодня очередное видео снимаю у меня уже сегодня такой репортаж целый день идет про свои орхидейки про всякие другие интересные вещи сегодня я говорю о той орхидеи которая не хочет свести многие стимуляторы не работают на ней то ли же от старой то ли же от того что она уже старая орхидея то ли от того что мы не хотим то ли от того что она перекормлена удобрениями честно говоря без понятия что вот эта трапунечка делает перед экраном объясняю я устроила темную свои орхидеи вот темную устроила сейчас я ее открою покажу вот так уже вторые сутки я так делаю вынесла на балкон сейчас у нас солнышко вот красота такая на улице вообще но холодно на улице всего плюс 10 градусов вот и я ее пытаюсь простимулировать на цветение вот уже листик она нарастила он вытянулся еще больше стал вот таким вот естественно со временем он поменяет свой окрас вот и все-таки маленький сюрприз она нам выдала вот он это корешок очень похож на корешок но скорее всего так она и есть не поняла какая-то чешуйка над корешком вверху есть похоже что и может быть даже цветонос а ну сейчас 5 сек посмотрите на мои кактусы пока но очень характерно она выпускает к корни именно в таком виде я увеличила чтобы показать солнце тут забеляет да скорее всего корешок растение очень старое это уже ему судя по листьям ну не меньше одиннадцати лет там когда еще деткой было два-три листа было потом два отпала я помню точно отпали какая-то жужа прилетела бегает уже на улице мошки просыпаются все оживает корешок у нас сломался очень жирненький корешочек вот у меня корешочек тоже я его не напаиваю ничем вот даю и просушку хорошую тоже для стимулирования цветения вот эти листики у нее уже пытаются все пожелтеть и отмереть ну года два-три точно то не желтеют то прекращают желтеть то опять желтеют то опять не желтеют до мягенькие тургор потерянный вот можно их закручивать как угодно вот но они вот третий год нам все равно мы живем и радуемся не хотим и отмирать вот чуть-чуть пожелтели и прекратили чуть-чуть пожелтели и прекратили то есть ну как бы не хотят даже на свету видно что они как полу отмершие уже но тем не менее мы с ними ничего не делаем их не убираем и все-таки у нас маленький сюрприз есть в виде корешка вот листик нарастили корешок нарастили а где же цветонос цветоноса пока еще нет я это делаю второй день всего лишь на прохладном месте и устраиваю ей темную вот только что видео несколько некоторые пересмотрела о том что темная для орхидеи не работает да я сейчас пока еще сама не добилась результата но не стоит забывать о том что в темном месте еще и в прохладном вот тогда может будет результат вот все по-моему на сегодня это все видео которое я хотела не сказать а да по поводу возраста я все никак не определюсь начинаю все время куда-то ухожу в сторону не по теме мне кажется что ей уже достаточно очень много лет потому что мы ее купили в магазине уже не детку а взрослую кстати корней у нее очень много я не знаю ой листик вот как бы вам показать так вот даже видно вот корни корень за корнем идет корень за корнем корень за корнем она оплела уже весь горшок вплотную ну тут еще и зелени до достаточно много вот кстати видно корешки вот с этой стороны сейчас покажу вот они вот корень за корнем корень за корнем все полностью оплетено вот вплошмя уже то есть тут уже некуда деваться корням она его уже скорее всего переросла вот видите вот корень идет вот дальше корень идет вот корни все идут вот по поводу корневой системы это уже я называю зажирела перекормилась зажирела перегуляла в этом горшке что у нас на дне горшка вот такая картина тут уже пару корешков пришлось оторвать отрезать вот мы специальные не пересаживали потому что если мы дадим ей опять новую землю и опять новый горшок новое пространство она не даст нам никаких цветоносов она не даст нам цветение то есть попутно еще зацепила эту тему что для того чтобы цвела орхидея нужно ей дать вырасти в этом горшке то есть заполнить полностью горшок корнями нарастить листву вот и когда она уже здесь ей станет тесно а тут уже не только тесно но и совсем совсем тесно и уже пора цвести вот поэтому сейчас мы и и стали ее стимулировать на цветение цветок вполне здоровый я не скажу чтобы он чем-то был болен да нужно еще проверить корни если орхидея не здорово в корнях то там уже будет понятно наверное мы еще немножечко подождем где-то с недельку может две я попробую этот метод прохладной и темной темную буду и устраивать посмотрим что будет там если же не сработает метод придется ее вытащить из горшка и посмотреть корни тогда я уже сниму и отдельное видео и покажу действительно ли была проблема в корнях или же была совсем другая иная причина по поводу возраста опять вернусь к этому все я никак не скажу этот возраст на тот момент когда мы покупали ее скорее всего было где-то года три ей 34 года у нас она уже пять лет из них из этих пяти лет она два раза цвела то есть она у нас не цветет даже больше чем пять лет 5-7 лет где-то в этом промежутке я сейчас теряюсь точно не буду врать вам потому что у меня большие расхождения в цифрах и у меня в одном видео получается одни цифры в этом видео другой другие цифры то есть в общем где-то от пяти до семи лет она у нас и не цветет из этих пяти семи лет уже четыре с половиной года то есть первые два-три года когда она у нас появилась она цвела дважды цвела хорошие красивые действительно были хорошие красивые цветоносы и цветы и все и орхидея сказала все хватит на этом она прекратила цветение свое ну да там она очень болела трипсами мы ее еле вычухали и еще маленькая поправочка и добавочка к там к этому всему мы осенью ее перекормили удобрениями именно прошлой осенью то есть на данный момент март месяц вот 2017 года а осенью 2016 года мы ее перекормили удобрениями вот эти палочки такие вот палочки были где-то сантиметра по 4 мы их понатыкали прям под самую попку в корешки вот так промаж 4 штуки натыкали для нее это было слишком много ну и скорее всего это спровоцировала ее в обратное направление то есть не цвести а наоборот не цвести что еще могу сказать по этому поводу в общем на сегодня такие новости про мою орхидейку сейчас я ее обратно сделаю темную еще часа полтора два она у меня постоит и верну ее в комнату на свое обычное место то есть такие резкие перепады температуры я думаю тоже сыграет свою роль ну и не забывать о том что и надо темно устраивать у нас стоит фитолампа для цветов вполне этого достаточно и результат действительно есть они наращивают листву и корешки поэтому тут дело не в этом что у меня не хватает не недостаточно освещения в квартире также хочу сказать что это орхидея у нас было уже не одно горшки мы три горшка поменяли постепенно то есть был маленький горшок приблизительно вот такого вот диаметра это был диаметр 9 9 или 12 где-то в этом районе потом мы его поменяли на 15 18 и это уже по моему 20 или 24 я уже не 19 по моему самый большой горшок который был в магазине ну если сравнивать с другими горшками наверняка сориентируетесь с выводом что во первых мы слишком большой надо было чуть чуть больше сделать дать ей горшочек и пространство а мысли уже взяли самый последний все то есть и этого тоже не надо было делать это тоже могу ее спровоцировать на не цветение то есть приостановить свое развитие цветоноса ну что ж ваше мнение жду в комментариях всем спасибо за внимание всем пока